И снова всем welcome! Это снова я, TNGP. Сегодня у нас замечательная погода, я решил записать видос про удобные и неудобные сервисы в Японии. Что же это такое и что, на мой взгляд, мне показалось удобным в Японии, а что не очень удобным по сравнению с тем, что я видел в России. Да, тут хорошая панорама и можно увидеть много домов, вон там дождик идет, кстати, еще. Итак, первый сервис, то, что мне показалось очень удобным в Японии, это общепит или же рестораны, где вы можете забронировать себе столик. Конечно, сейчас уже во многих городах и в Европе и везде есть такие услуги, но в Японии, ну, это как бы введено уже в такую традицию, все перед тем, как идти в какой-то ресторан, обычно бронируют места и бронируют заранее, где-то за день, может быть, даже за два, иногда, бывает, даже некоторые за неделю бронируют. Это, конечно, удобно, вы можете забронировать даже через приложения. В Японии также очень много приложений-агрегаторов, которые собирают очень много ресторанов со всей Японии, в том числе и в крупных городах, и в мелких городах, и вы можете забронировать места в сетевых ресторанах или кафе быстро через смартфон. Это очень удобно. Но тут есть и минус свой, как бы то, что мне показалось неудобным. Из-за этого сервиса по бронированию теперь обычным людям, если они захотят покушать, зайти в ресторан или в кафе, то им придется, возможно, даже уйти в другой ресторан. Вот, например, вы гуляете, да, по улице, вот вы решили зайти в какой-то ресторан, проголодались, там, увидели там вывеску, там, например, жареное мясо или еще что-то. Вы заходите, а вам говорят, извините, но мест нет, а все столики забронированы, и вы не сможете попасть в этот ресторан, в этом проблема. Ну, также я считаю, проблема в том, что даже если вы приходите в ресторан, и там все места заняты, то вам предлагают подождать. Ну, подождать предлагают вот на стульчиках, они даже специально их выстраивают перед рестораном, вот так в линию, чтобы вы могли там посидеть, отдохнуть и дождаться своей очереди. Ну, ладно, если бы это было там 5, 10, 15 минут, но бывает так, что вам приходится ждать там порядка часа, может быть, даже двух часов, в зависимости от очереди, что очень неудобно, как на мой взгляд. И если бы не было вот этих стульчиков, если бы руководство данных ресторанов не создавало бы вот этого вот удобства, ожидания в очереди, то, возможно, люди бы сразу бы возвращались бы домой и не стояли бы, не ждали перед рестораном так долго. И когда бы вы пришли, возможно, вам пришлось бы ждать минут 15-20. А так как там люди просто все сидят и ждут по часу, по полтора, то вам придется ждать там больно много времени. Но с этим, я думаю, понятно. Это вот первый момент, то, что было удобно и неудобно. Следующее. Это рестораны Якинику, Шабу-щабу и многие другие с самообслуживанием. Да, конечно, если вы приходите, приезжаете первый раз в Японию и вы видите такие рестораны с самообслуживанием, я считаю, что да, действительно это интересно. Там один раз попробовать, два раз там сходить, посмотреть вообще, как оно, как самому что-нибудь приготовить. Там это интересно, это вот для японцев, которые, может быть, даже в жизни ни разу не готовили. Это очень, ну, как бы прикольно сделали. Но если вы дома у себя готовите постоянно, каждый день, если у вас там уже есть большой опыт готовки, в том числе и, ну, вы там и убираетесь по дому, и все делаете, все домашние дела сами, то вот, например, на примере меня, да, когда я был студентом, я это делал сам, все дома, все готовил. Я никакие бенты, ничего не покупал готового. И у меня было желание просто прийти в ресторан, в кафе где-нибудь отдохнуть спокойно, без проблем, и чтобы не заморачиваться с готовкой. В этом плане вот эти сервисы по Якинику, там Шабу-щабу, где вы сами готовите, где вы сами там обжариваете, это неудобно, потому что, как обычному клиенту ресторана, я считаю, ему удобнее прийти в ресторан, но сесть, отдохнуть, покушать и уйти. Зачем он будет еще выполнять работу повара, я вообще не понимаю. Ну, ладно, если бы у них был выбор, например, вот приходите в Якинику, и вам предлагают, хотите ли вы там сами пожарить, или же вы хотите, чтобы для вас пожарили. Если бы был такой выбор, без проблем. Но выбора такого нету, поэтому вы должны сами все жарить. Мясо там уже продается нарезанное в магазине, никто его не режет в этих Якинику. Оно уже упакованное, нарезанное. И поэтому за что там платить эти дополнительные деньги, только за газ получается, и за то, что вам принесли, унесли эти тарелки. Вот и все. То есть вы, по сути, выполняете работу повара. Конечно, возможно, где-то в Корее или где-то в Японии, там, где дефицит с рабочей силой, там, где люди хотят быстро покушать какого-то жареного мяса, для того, чтобы быстро утолить голод и уйти. Да, в этих случаях, конечно, данный тип обслуживания будет выгоден, потому что повару не придется для каждого столика отдельно готовить, а каждый столик будет готовить для себя. Тем самым увеличивается количество клиентов в час. То есть они сами пожарили, сами поели и ушли быстренько. Все, то есть как бы без проблем. В этом плане, да, очень удобно. Но с точки зрения клиента, который хочет получить хороший качественный сервис, жарка мяса самому или же те же самые щабу-щабу или скияки и все остальное, это неудобно. Особенно неудобно, если вы, например, не знаете, как это жарить или технологии и все остальное. Вот, например, скияки, да, когда я первый раз пришел, я вообще не понимал, что там нужно сначала класть, как оно вообще обжаривается, до какой степени и все-все-все вот это. Благо в некоторых ресторанах висят мануалы и можно прочитать, если вы читаете по-японски. Если же нет, ну, к сожалению, вам придется идти туда только с друзьями, которые либо понимают японский, либо же с японцами, которые могут вам перевести, например, на английский или на любой другой язык, на котором они разговаривают. Так, это второй момент. Третий момент. Это те же самые дринг-бары. Вот дринг-бары, а в самообслуживании те же самые салат-бары и суп-бары и все остальное. Это фэмили-рестораны. Да, это очень удобно, если вы, например, любите там миксовать как-то самим, ну, делать специальные коктейльчики такие из софт-дринков там. Это удобно, не спорю. Вы можете там в определенной пропорции себе смешать любимый напиток и как бы будет вкусно. Это хорошо. И так же салат. Вот, например, вы хотите какой-то специальный салат, вот только эти, эти и эти овощи. И вы туда приходите на этот салат-бар, накладываете себе свой соус какой-то, все, все, все. Все делается и сами. Это удобно, если вы, например, ну, соблюдаете какую-то диету. Но для массового потребления это неудобно. Я расскажу почему. Во-первых, потому что люди, которые приходят, особенно с детьми, приходят, им нужно и за детьми следить, и еще и как-то, ну, себе налить там попить или там салат сделать и суп налить. И что получается? Вот вы, например, пришли там с ребенком, с коляской, да, один в этот фэмили-ресторан. Там сели за столик, заказали, все как бы классно, что-то там, основное блюдо. Ну, и там салат-бар, дринг-бар. Вы хотите себе налить какой-то напиток, там стоит очередь из людей, которые, ну, не знают, что себе выбрать. Они там стоят, читают, там могут дети просто стоять, баловаться. И вы придете туда, ну, ребенка, естественно, вы не оставите рядом со столиком, вам придется с коляской туда идти. Это уже неудобно. Вы приходите с коляской, вам нужно выбрать какой-то напиток, налить его себе, ну, допустим, намиксовать, если вы хотите, и отнести это еще назад. И вот представьте, как вы будете с бокалом напитка в одной руке, а в другой руке у вас коляска, идти обратно до столика через битком набитый зал с клиентами. Ну, это как вообще? Удобно или нет? Вот сами решите для себя. Так же и суп, так же и салат. Ну, я считаю, что это неудобно. А сервиса налить какой-то там напиток у них нет, или там салат какой-то сделать. Вот у них есть дринг-бар, там салат-бар. Да, вот, то есть самообслуживание. Вы должны сами все делать. Но если вы, например, не можете сами сделать, то как поступить-то? Все остальные работники, они заняты приготовлением еды. Никто не будет там для вас специально где-то бегать, напитки наливать. Для этого и сделано самообслуживание. Вот я считаю, что это неудобно. В моем понимании, конечно, сервис, он как бы должен предусматривать какие-либо опции. Например, если вот, как я уже говорил, вы пришли с коляской. Продолжение темы общепита. Ну, на примере пиццерий. Это очень удобно, я считаю. Пицца особенно с доставкой. Те же самые вот Доминос, или там, это Пицца Хат, или Пицца Ла. Разные есть пиццерии. И это очень удобно заказать пиццу. Но есть у них специальные, например, купоны, или какие-либо специальные блюда, которые они готовят только в том кафе, или там только в том заведении, вот, в определенном адресе. И вы, например, из дома, вот, плохая погода, вы хотите заказать себе домой какое-то там специальное блюдо, которое производят вот именно в том отделении этого пиццерии. Заходите на сайт или на какое-то там приложение, пытаетесь заказать оттуда, а там в приложении вам пишут, что, извините, ваш дом находится более двух километров, и вы не можете заказать данные товары из этого магазина или там из этого, из этой пиццерии. И говорят, что вот обратитесь в ближайший, который к вам. А в ближайший вы смотрите, а там такого нету. Ну, я считаю, это немного неудобно. Зачем так вот делать ограничение на 2 километра и ограничивать, ну, выпуск определенной продукции в определенных местах, это, конечно, ну, непонятно мне немного. Ну, кстати, что это? Что-то какие-то эти... Хурма, наверное. Вот, я считаю, да, это удобно, с одной стороны, если вы, например, заказываете регулярные какие-то блюда, и вам не нужно что-то специальное. Но если вам нужно что-то специальное, а это блюдо в этих ближайших магазинах или в ближайших пиццериях этого не делают, то, к сожалению, вы не сможете это заказать из других пиццерий с доставкой. Теперь, что касается медицины. Медицина в Японии хорошая, достаточно качественная и лечит хорошо. И страховка, если есть, то это недорого стоит. Если страховки нет, вот, к сожалению, будет дороговато, потому что страховка покрывает до 70% всего всех услуг. И в том числе покупку медицинских препаратов в том числе. Очень удобно то, что можно забронировать себе также прием к врачу, позвонив по телефону, либо же там на сайте, или еще как-то. Это, да, удобно. Сервис работает. Но тут приходит большой минус после этого. Даже если вы забронировали этот сеанс, например, там, приема, даже если вы пришли вовремя, например, вот вы на 10 договорились, да, вы приходите с 10, вы все, как бы, зарегистрировались там, ожидаете врача. Смотрите на часы, прошло 15 минут, вас не зовут на прием. Прошло полчаса, вас не зовут. Прошло еще час, вас не зовут. Прошло полтора часа, никаких результатов. Вы так же сидите, ожидаете. И вы смотрите, а вокруг вас, ну, то есть люди какие-то тоже сидят, ждут. То есть как бы непонятно, а что такое? Подходите к регистрации, например, спрашиваете, а когда вот я вот зарегистрировался на 10 часов, на прием записался, да, на 10 часов, а меня все никак вот уже полтора часа прошло, никак не приглашают. А они вам говорят, а мы сейчас проверим, проверили, вот через одного человека будете вы. То есть вот сейчас человек выйдет, то есть и вот будете ваша очередь. И ты думаешь, в чем проблема, почему так? То есть вроде же зарегистрировался на 10 часов, пришел вовремя, а в итоге попал на прием в 11.30 в лучшем случае, а так может и в 12 вообще. То есть оказывается, то, что ты там регистрируешься на сайте или где-то по телефону, это резервация. Даже у доктора, если вот на приеме вы сидите, и он вам говорит в следующее время, в следующий раз, когда вам удобнее прийти, вы говорите, ну, например, там через 2 недели в такой-то день, вас только-то, и он записывает. На бумаге у вас все написано, вот в 10 часов, например, через 2 недели, вот он вас будет ждать. Но эта запись, она просто как бы для них, для самих. Она не для вас, она для них. То есть она показывает у них в системе, сколько человек придет на данное время. И уже, когда вы приходите, у них там живая очередь. И независимо от того, насколько вы записались, там, до 9 часов, там, или в 10 часов вы записались. Вот вы пришли, например, там, да, рано в этот день, вы рано попадете на прием к врачу. А если вы пришли к своему времени, в лучшем случае вы попадете через час, через полтора. Вот такая вот система неудобная, я считаю. Потому что зачем тогда сделали запись, если в итоге люди приходят и все равно сидят и ждут в живой очереди. И это не только в больницах. Это и у стоматологов, и в каких-то клиниках по рождению детей. Везде это все есть. Оно, как бы, вся система, она везде едина. То есть и работает одинаково. Данная система, я считаю, неудобна для пользователей и создает некоторые трудности. Но, конечно, если вы живете долгое время в Японии, вы уже можете, как бы, понимать и, ну, знать, что вот, да, действительно, что нужно приходить пораньше, несмотря на то, что ты даже записался, например, к 10, то лучше прийти в 8. И тогда ты, возможно, к 10 часам попадешь на прием к врачу. Да, в этом случае вот так она работает. Но когда вы первый раз приходите на прием к врачу в Японии, и вы этого не знаете, то вы можете столкнуться вот с этими неудобствами, которые я вам рассказал. Я считаю, что, ну, лучше, конечно, вы будете знать об этом заранее и будете уже планировать свое время заранее и не попадетесь вот на такой вот фишкой. Особенно это неудобно, если у вас работа. Например, как это было у меня. Я отпросился на работе до 12 часов днем, то есть в первой половине дня. И записался, так как я был записан на прием где-то на 9.30, я планировал, что до 10 часов я закончу все и приеду на работу к 12 часам. Ну, не тут-то было. Оказывается, когда я приехал на прием, я попал к врачу только примерно в 11 часов, потому что там была живая очередь. И пришлось ждать. А потом вы, когда заканчиваете после приема, вот врач вас осмотрел, например, да, и выписал вам какие-то лекарства или еще что-то, и потом вы выходите. И вам нужно еще дополнительно в другую очередь стоять, которая на оплату за вот то, что вот за прием в кассу. Вы еще сидите и там ждете где-то примерно полчаса. Вот и посчитайте, то есть в итоге вышло так, что я опоздал на то время, на которое я договаривался на работу. То есть я не смог попасть на работу к 12 часам, и это было не очень хорошо, как по мне. Потому что, ну, если ты вроде договариваешься на 12, ну, ты должен и как бы закончить все к 12, но вот в медицине вот у них вот так вот работает все. Как я уже говорил, да, в Японии лечат хорошо, и у них и медицина на высоком уровне, и оборудование, и доктора высокой квалификации. Да, это все, конечно, здорово, но есть одно большое но. То, что, в общем, врачи в Японии вас не будут лечить до тех пор, пока у вас не будет последней стадии вот этого заболевания. То есть, например, если у вас какое-то заболевание на ранней стадии, то, что можно какими-то небольшими дозами там каких-то препаратов там исправить и что-то еще сделать, никто не будет этим заниматься. Они скажут вам, что все у вас в порядке, и вы можете идти домой и спокойно отдыхать. И они говорят, что если у вас вот вам будет хуже, да, у вас, например, будут какие-то прям осложнения действительно, то да, в этом случае они вас будут лечить. Потому что для них выгодно то, чтобы человек приехал уже к ним с большим, как бы, букетом, да, всяких заболеваний. Для них выгодно, чтобы человек пришел к ним уже с осложнениями, чтобы они назначили целый курс лечения, за который они получат намного больше профита, намного больше денег они с вас получат, чем если бы они вас вот вылечили на ранних стадиях. Конечно, для них это выгодно, но для человека, для клиента, для пациента это невыгодно. Я считаю, тем самым он рискует попасть на какие-то осложнения, которые в будущем, возможно, даже не удастся исправить уже, если запустить какую-то болезнь до поздней стадии. И в Японии у них вот такого плана медицина. Если даже вот вы приходите и вы чувствуете, что ну что-то не то, там где-то болит, что вот действительно, что раньше вам там какие-то лекарства выписывали, вам помогало, то в Японии максимум, что могут выписать, это pain reliever или pain killer, ну типа болеутоляющие, чтобы хоть как-то там сбавить уровень боли там для вас, чтобы если вдруг у вас какие-то прям вообще боль будет очень сильная, чтобы вы не так ощущали ее. Вот и все, что они могут вам сделать. Все остальные лекарства на какие-то исправления или лечения, они стараются не выписывать заранее, а ждут, когда будет осложнение по какой-то болезни. Теперь, что касается стоматологии. Вот стоматологи в Японии, конечно, люди очень хорошо получающие деньги. И это неспроста. Я вам объясню сейчас систему, как это все работает. Если у нас в России, например, вы можете прийти в стоматологу и вылечить все зубы сразу, то в Японии такого нигде никто не будет делать. Как у них это происходит? Вы приходите, и они осматривают в первый день, например, на первый раз, делают один только зуб, один зуб, не более. И потом говорят, приходите, через неделю мы вам следующий зуб сделаем. И вот так вот через неделю, через неделю, через неделю, чтобы вы за каждый раз платили определенную сумму денег. Потому что каждый прием стоит денег. И, естественно, у них там получается график уже расписан для каких-то клиентов на месяц, на два, на три вперед. И да, это как бы такой способ заработка. Тем самым они зарабатывают больше денег, чем если бы они за один раз это все исправили. Конечно, для стоматологов и для их клиник это выгодно, тем самым они зарабатывают больше денег. Но для пациентов это невыгодно, потому что в итоге люди тратят хреновую тучу времени на то, чтобы приехать к стоматологу, чтобы его вылечили какой-то один зуб и уехать обратно. Это потеря, большая потеря времени. За один день там, может быть, уйдет на это часа два в лучшем случае, а может и три, в зависимости от того, где вы живете. Ну, благо, стоматологий много и у каждой станции практически есть. Но не везде есть места, не везде есть возможность прийти. Потому что, как я уже сказал, у них у некоторых расписано на недели, на месяца вперед. И вы можете просто не попасть туда на прием. Вот на примере у меня, да, удобно, что рядом со станцией есть стоматологии и можно найти практически везде их. И никаких проблем нет, цены везде одинаковые. Но у всех у них одна система, это по записи. А по записи, то есть вы когда звоните, например, да, как было у меня. У меня заболел вот зуб, зуб мудрости там, какой-то самый вот дальний. И боль просто невыносимая, то есть не знаешь, что делать. Звонишь в стоматологию и говоришь, вот мне зуб болит очень сильно, мне вот надо вот приехать там в ближайшие дни, там завтра, послезавтра, ну может на выходных. А они говорят, ой, извините, а у нас все расписано на выходные. Вот только на следующей неделе можно. И что? То есть получается, что вам нужно ждать неделю для того, чтобы вылечить зуб. С этой болью, вот представьте, вы будете неделю, да, сидеть, ожидая этого стоматолога. А в другую вы звоните, такая же ситуация, тоже нужно ждать неделю. То есть я считаю, что это неудобно, это не клиента ориентированно. Потому что, ну, человек же не будет, он, ну, с такой боли там, тем более, когда сильно зуб болит, вы даже спать нормально не можете. И многие знают это. И поэтому старайтесь вылечить его как можно скорее. А если там какое-то осложнение, ну, например, типа флюса там, да, что там загноение пошло или еще что-то, ну, дай бог там, конечно, всякое бывает. Ну, и представьте, вы что, человеку неделю ждать, что ли? Блин, да у него там это будет вообще кошмарное состояние через пару дней уже. Потому что, ну, он спать нормально не сможет, есть он нормально не сможет, постоянные головные боли, зубные боли. И это все накладывается, это все очень негативно сказывается. Тем более при таком состоянии человек нормально работать явно не сможет. Вот. Поэтому я считаю, что вот эта запись, особенно к стоматологу, это очень неудобно. И у них должны быть какие-то, ну, опции для тех, у кого вот сильно болит зуб. Я, конечно, понимаю, что у них запись уже была там расписана для тех, у кого просто профилактика, там, почистить зубы или еще что-то. Вот они пришли, там, проверились зубы, там, и все. А что делать-то тем, у кого вот зубы действительно сильно болят, и это как бы экстренный случай? То есть что им делать в этих ситуациях? Должен же какой-то быть, ну, вариант решения проблемы именно вот не по записи, а вот чтобы приехать и сделать это вот. А потом уже, может быть, по записи через неделю там приехать и проверить еще раз. Вот такой вариант был бы удобен. А как сейчас? Ну, это неудобно, я считаю. Ну, это было вот несколько моментов. Я думаю, если вам что-то интересно, не забывайте задавать эти вопросы в комментарии. Продолжение будет в скором времени. И надеюсь, вам понравилось видео. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, не забывайте подписываться. Ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. Ну, а с вами был Дэн. До новых встреч. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok